Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Сегодня говорим о кадрах для села, вернее, для сельскохозяйственного производства. Если посмотреть статистику за последние 10-15 лет, то дефицит кадров в сельхозпредприятиях из года в год остается неизменным. В хозяйствах области не хватает примерно 500 человек, 500 специалистов, агрономов, зоотехников, ветеринаров, инженеров. При этом главный аграрный вуз региона Нижегородской сельхозакадемии и два аграрных колледжа Нижегородской области каждый год этих самых специалистов готовят и выпускают. Но при этом из хозяйств области также уходят на пенсию или увольняются по другим причинам специалисты. И вот те молодые специалисты, которые приходят на село, только-только успевают заменить ушедших. Опять же, многие выпускники сельхозакадемии предпочитают остаться работать в городе. Как привлечь молодых специалистов на село? Об этом сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коровы заболели. Опять затраты. Закупочные цены на молоко каждую весну снижаются. А цены на солярку и удобрения, наоборот, как дело к посевной, так сразу возрастают. Основные средства производства огромных денег стоят. Хороший трактор миллионов 10, а комбайн все 15 миллионов рублей тянет. Но при всем этом самой главной проблемой на селе остается кадровый вопрос. Даже если купишь этот комбайн или трактор, найди еще грамотного механизатора, который на нем работать сможет. А где инженера взять, который не один трактор или комбайн, а весь парк сельхозтехники хозяйства, как свои пять пальцев, знает. А в животноводстве? Основная прибыль сегодня у хозяйств идет от молока. И в сельхозпредприятиях не просто один зоотехник, который раньше отвечал за все. Нет. У зоотехников сегодня узкая специализация. Зоотехник по молочному стаду, зоотехник по молодняку, зоотехник-селекционер, зоотехник по кормам. В общем, грамотные аграрные специалисты сегодня на вес золота. На сегодняшний день проблема нехватки кадров специалистов – это самая главная проблема в агропроме. Очень много не хватает агрономов, зоотехников, специалистов другой профессии. Мы это знаем, чувствуем, к нам обращаются и руководители предприятий. Проблема с кадрами на селе возникла не сегодня, а эта проблема стоит уже давно. Но ведь не секрет, что последние два десятилетия на село и сельхозакадемии, и других сельскохозяйственных образовательных учреждений не так много идут на работу специалистами. Но хотелось бы, конечно, чтобы приток был. У нас количество работающих в районе 100 человек. Среднесписочная погода, средняя зарплатная плата за 2018 год у нас получилась, но опять же по годовому отчету бухгалтера и экономисты понимают, как это считается. Средняя температура по больнице, тем не менее, 28,5 тысяч зарплатная плата в среднем по хозяйству получилась. У специалистов, понятное дело, она выше значительно. В предприятии внедрены все на сегодняшний день актуальные современные технологии. Это что в животноводстве, что в растеневодстве. В 2013 году пущен животноводческий комплекс современный, значит, с доильным залом «Карусель». Собственно говоря, до сих пор мы ищем, ищем инициативных, ищем желающих, умных ребят, которые готовы работать в животноводстве, и мы готовы их принимать и везти там. Это ярмарка вакансий. Мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства Нижегородской области. В зале студенты выпускных курсов, причем не только сельхозакадемии, где, собственно, и проходят мероприятия, но и аграрных колледжей. Здесь же потенциальные работодатели, руководители сельскохозяйственных предприятий, причем передовых, самых сильных, стабильных в области. Я приехал сегодня для того, чтобы узнать, услышать, увидеть, какие настроения у современной молодежи, которая выпускается в этом году, и пойдет ли работать на село. Хочу узнать сегодня и пригласить, узнать и пригласить, значит, пойдет ли кто в село на работу. А нам сегодня требуется зоотехник, селекционер, нам сегодня требуются ветврачи, нам требуются агрономы. То есть люди нужны. Хотелось бы, чем больше, тем лучше, но человек бы 200. Мы бы хотели видеть себя на предприятии, чтобы начать показать свое предприятие, рассказать о нем, чтобы они уже больше знали, как работает предприятие, в чем заключается наша работа, и в дальнейшем видеть их руководящим звеням. Ждем мы на сегодняшний день ветврачей, ждем мы на сегодняшний день ветв фельдшеров. Вот крайне необходим ветврач по молодняку нам сейчас. Также, как я уже до этого сказал, мы все говорим про средние специальности, про высшее образование, а где нам брать просто людей со специальностью механизатор, допустим, значит, дойер и тому подобное. Не осталось тех заведений, которые из своих стен выпускали как минимум просто специальность с правами механизатора. Где нам взять механизаторов? Большой вопрос. Ищем, бегаем, сами обучаем. Хозяйство занимается, по сути, обучением, да, тем, чем раньше занимались образовательные учреждения. Сегодня первый раз может быть в вашей жизни так, что работодатели приехали именно сами за вами. Потому что потом всегда возникает такой вопрос, что человек уже сам пытается, ищет, находит, а сегодня вот работодатели здесь, в зале находятся, представители Министерства сельского хозяйства продовольственных ресурсов. Да, случай уникальный, когда работодатель идет и уговаривает молодых специалистов, не имеющих даже опыта работы, пойти работать к ним на предприятии. Ну, конечно, в передовые хозяйства берут далеко не всех. Сначала присматриваются, назначают испытательный срок. Требования именно к специалистам на сегодняшний день крайне повышенные, да, требуются не просто работники со специальностью, хотя таких тоже крайне не хватает, да, требуются на самом деле высоко квалифицированные кадры, что в животноводстве, что в растеневодстве, что в инженерии, потому что техника на самом деле напичкана электроникой. И помимо вышедшей из строя форсунки, да, или там ТНВД, есть куча проводов, и каждую форсунку нам еще теперь нужно знакомить с двигателем и прошивать. И это на самом деле тоже требует знания и квалификации, поэтому нам вас тоже очень не хватает. Даже механизатор, который будет работать в нашем хозяйстве, должен быть инженером. Ни один агрегат, проходящий по полю, не едет там, как вздумалось трактористу. Спутниковая навигация на 100% машин стоит. А такие операции, как кашель, обработка пестицидами, сев, только по автопилоту, который сам управляет трактором и всем его системой. Даже разворот на крае поля происходит автопилотом. Мы не приглашаем никого, не предоставляешь ли я бесплатно. Сам приезжаешь, и не сумеет, конечно, свет, газ, платишь, план платы никакой не взымается. Ремонт мы делаем, ну, примерно так вот в этом помещении, по качеству, по уровню, создаем все условия для того, чтобы человек не задумывался, возвращаясь с работы, нужно либо трава тащить или там печку топить. Своим специалистам, своим, значит, работникам, которые готовы прийти, мы предоставляем жилье. По-всякому мы решаем, да, мы покупаем квартиры в деревне, в которой находится, да, сельхозпредприятие. Это двух-трехкомнатные квартиры, делаем там ремонты, заселяем туда. Значит, на время прохождения, так сказать, испытательного срока, да, он не три месяца, потому что, ребят, на вас нужно посмотреть. В свое время, когда я закончил сельхозакадемию, мне отец сказал, сынок, вот ты теперь пришел на хозяйство работать, забудь всему, чему тебя учили, начинаем переучиваться. Поэтому, да, к сожалению, это так. Техника и технологии современные и те, которые используются, давным-давно убежали уже далеко. И, наверное, к большому сожалению, да, приходится образовательным учреждениям только догонять, стараться догонять нас. Вновь пришедшим мы снимаем жилье за свой счет в городе Богородске, да, это районный центр. Он находится буквально 50 километров от Нижнего Новгорода, 40 минут на автомобиле. Значит, работников мы доставляем служебным транспортом до места работы. То есть вопрос с доставкой и обратной не возникает ни в коем случае. Надо приехать, приехать, посмотреть, как люди там работают. Вот доярки, которые старые были, работали, приходят вот там в гости к ним или как навестят, значит, на ферму. И только, ах, что вам не работать-то? Мы раньше руками все таскали, сегодня по-другому. Поэтому, значит, вот мне бы очень хотелось, чтобы все-таки руководство и техникум и вот сельхозакадемии, мы уже по этой, ну что, и работаем. Мы готовы принять, всегда рассказать, показать, когда люди сами увидят, пообщаются там на местах. Наверное, увидят, что там люди живут в селах, развиваются тоже. У нас район полностью газифицирован. Мы зовем его «Жемчужной Нижегородской области». У нас пьяная река впадает в Суру. Сура 135 километров протекает. Когда время есть, есть где отдохнуть и так далее. Вот вроде все хорошо на селе. И предложения заманчивые, а дефицит аграрных кадров из года в год сохраняется. Так может, требования у молодых специалистов завышены? Да вроде нет, элементарного хотят. Предоставленное жилье, хорошая оплата. Почему бы и нет? Я думаю, конечно, это материальное положение должно быть нешаткое, стабильное. То есть хорошая зарплата, правильно? Ну, наверное, можно сказать и так. Может быть, какие-то программы, то есть дом, машина. И все-таки, чтобы это было интересно работать, чтобы интерес был к работе. Но я пока не решила. Я все свои практики проходила в сельском хозяйстве, то есть с крупным рогатым скотом. Поэтому мне пока это ближе. Но, возможно, сложности так, что я буду работать либо в клинике, либо в ветеринарной лаборатории. То есть пока еще не совсем определилась. После колледжа я планирую работать ветеринарным фельдшером и заочно получать высшее образование ветеринарного врача. Хотелось бы работать ветеринарным врачом в хозяйстве. Я планирую работать в соседнем Арзамасском районе в группе компаний РБПИ. Я надеюсь, что ко времени окончания мной заочного отделения получения образования ветеринарного врача построят комплекс еще один в поселке Идеал Арзамасского района. И надеюсь на дальнейшее трудоустройство. Там эффективное сотрудничество. Но таких целеустремленных, как Анна Кирякина, среди студентов аграрных вузов и техникумов немного. Большинство же до последнего не могут определиться, куда пойти работать. И задача этой ярмарки вакансий сориентировать этих самых неопределившихся специалистов на работу в сельском хозяйстве. Вот у нас район большой, многонациональный. У нас процентов 25 татарского населения. Раньше не в Москву уезжали, все там. Сейчас оттуда уже уезжают, понимаете? То есть я не говорю, что и многим сегодня надо понять. В городе вас не очень ждут птичек или собачек лечить. Ну, наверное, уже тоже набралось нам так. Поэтому надо на просторы, на такие, на большие, выходить студентам, выпускникам. Тем более, что объемы сегодня, у нас район сельскохозяйственный, большой. Значит, где-то 21 тысяча только крупнорогатого скота. Больше 10,5 тысяч коров. Мы производим в день 140 тонн молока. Сколько мороженого-то можно сделать? Что сегодня происходит в сельском хозяйстве? Мы создаем крупнейшие комплексы свиноводческие. У нас развиты и птицеводства. Мы строим современные животноводческие комплексы, в том числе роботофермы. Мы сегодня, есть предложение по созданию крупных индюшатников, там, гусятников. Сегодня мы, ну, предполагаем уже вот строительство крупного тепличного комбината в городском округе Борн. А это порядка 30 тысяч, 30, вернее, гектар. И это не просто комплекс. Это самые современные технологии, включая светокультуру, чего сегодня в области просто нет. Поэтому и требования к вам будут немножко другие. Вы должны учиться именно по средним технологиям. И вот когда сегодня говорят о роли Министерства сельского хозяйства, да, я скажу, что и сегодня, вот именно сегодня, министр опять в очередной раз поднимал вопрос об обеспечении сельскохозяйственной академии современной техникой. И сегодня инженеры Министерства думают о том, как привлечь сюда совместно с ректоратом вашей академии последние образцы сельскохозяйственной техники. Я думаю, в скором времени этот вопрос будет решен. Без ваших глаз, без ваших идей, без вашего желания творить и делать, это невысокие слова, действительно мы никуда не продвинемся. Ни новая техника, ни новые технологии, я не знаю, ни какие-то самые передовые ресурсы, сберегающие технологии, это ничто без людей. Без вас, без молодых мозгов, простите, без горящих глаз, без желания работать. Поэтому мы очень-очень на вас надеемся и вас ждем. Но одними лозунгами молодежь на село не заманишь. Особенно если в городе можно найти работу с такой же зарплатой. Ну пусть даже не по специальности. То есть для привлечения молодых специалистов на село должен быть еще какой-то дополнительный стимул. И он сегодня появился в виде областной и федеральной программ поддержки молодых специалистов. С 1 января 2019 года вступил в силу, подписан губернатором, закон новый о развитии кадрового потенциала сельскохозяйственного производства в Нижегородской области. Законом предусмотрено увеличение в три раза по сравнению с предыдущими размерами, выпускникам вузов это было 2,5 тысячи, сейчас это 8 тысяч рублей, размеров ежемесячных выплат молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственной организации по наиболее востребованным специальностям в сфере АПК. Это таким как агроном, зоотехник, ветврач, инженер, экономист, бухгалтер, то есть перечень таких специальностей сельскохозяйственных дан в законе. То есть, закончив сельскохозяйственную академию и устроившись на работу в сельхозорганизацию, молодой специалист получает плюсом к заработной плате 8 тысяч рублей каждый месяц в течение двух лет. Но это далеко не все доплаты. Также предусмотрена выплата молодым специалистам, так называемых подъемных, мы их называем, ну как бы на обзаведение хозяйством, в первые три года работы. Для специалистов с образованием это выплаты 100 тысяч рублей, со среднепрофессиональным образованием 70. Выплачиваться они будут три года подряд, то есть первые три года. При этом в качестве альтернативы молодые специалисты, вот это вот новшество в новом законе, смогут получить указанное пособие однократно в размере 300 тысяч рублей. В этом случае пособие будет носить целевой характер строго на приобретение строительства жилья и погашение кредитов на эти цели. То есть, либо молодой специалист может выбрать для себя три раза по 100 тысяч, ну я говорю, то есть вот эту доплату, либо взять разово 300 тысяч, не взять, простите, ну скажем так, получить, 300 тысяч именно на цели для улучшения своих, как бы, жилищных условий. 100 тысяч в год – это больше 8 тысяч рублей в месяц. То есть в сумме получается 16 тысяч. 16 тысяч рублей доплачивает государство молодым специалистам, только что закончившим ВУЗ и предшедшим работать в сельхозпроизводство. Плюс основная зарплата. Зарплата, я уже сказал, если мы говорим про специалистов среднего и высшего зарплата, то это вот 30 тысяч и выше зарплата. Если вы сюда прибавите еще 8 тысяч, которые сейчас разработают, да, да еще по 100 тысяч премиальных, средняя годовая зарплата у вас получится по 50 тысяч рублей. Я думаю, что сейчас, выйдя из сельхозакадемии, да, или стен других учебных заведений, вряд ли вы найдете зарплату в 50 тысяч рублей где-то вот поблизости, да. Плюсом ко всему вас трудоустроят, вам дадут полный соцпакет, вас обеспечат жильем. Вот, кстати, о жилье. Его тоже можно построить благодаря государственной программе устойчивой развитии сельских территорий. Для молодых специалистов и молодых семей, которые не имеют собственного жилья, всегда остро стоит вопрос, где жить, как жить с родителями отдельно на съемной квартире. И вот благодаря нашей программе ежегодно значительная часть таких людей получает возможность улучшить жилищные условия путем приобретения либо строительства жилья с компенсацией за счет средств областного и федерального бюджета до 70%. Вдумайтесь в цифру. 70% государства дает, возвращает на приобретение или строительство жилья. Давайте еще немного посчитаем. Допустим, дом в деревне обошелся в миллион рублей. 700 тысяч вам компенсирует федеральная программа и 300 тысяч областная. Получается, молодой специалист, только что закончивший вуз, может совершенно бесплатно построить дом, пусть небольшой, за миллион. Хочется побольше? Ну, придется немного доплатить. Но все равно минимум миллион государство на строительство даст. В этом году на мероприятие по улучшению жилищных условий было направлено более 91 миллиона рублей. Это на 40% по указанию губернатора выше, чем в прошлом году. То есть принято решение увеличить. На следующий год есть принципиальная позиция министра и губернатора о том, чтобы ту очередность, которая сейчас существует, а это порядка 200 человек, куда, между прочим, входят не только работники сельского хозяйства, но и работники социальной сферы, которые в этом году тоже получили 10 человек, по-моему, сертификаты. То есть всю эту очередность мы постараемся следующим годом, или ее большую часть, по крайней мере, закрыть. То есть здесь, подчеркиваю, есть учителя, есть врачи. И когда некоторые отдельные товарищи говорят о том, что зачем они в нашей программе, нам нужно сельхозников, я не соглашусь. Потому что если не будет врачей и учителей на селе, вы туда не поедете, и там делать будет нечего. Потому что за 30, 40, 50 километров ездить к врачам не наездишься. А учителя нужны. Они нужны, чтобы учить тех детей, которые у вас появятся. Чтобы опять же не задумываться, что мне нужна школа, и я уеду, убегу в город. Что касается студентов, твердо решивших связать свое будущее с селом, им тоже предусмотрена финансовая помощь. Если студент любого курса заключил с хозяйством договор о будущем трудоустройстве, то ему плюсом к стипендии доплачивают 4 тысячи рублей. Вот давайте аграрную стипендию вам, так, 4 тысячи будет платиться. Хозяйство мы вот гарантируем, кто приедет, договор отключить. Еще 4 тысячи будем платить в месяц. Восемь. Министр, вот Василий Александрович сейчас сказал, министр заявлял было, вот предыдущее совещание было. Пока вы учите, 3-й, 4-й курс, надо просто эту программу, наверное, Людмила Юрьевна записать. Кто заключил договора, заканчивают они, особенно семья, если мы дом уж им построим. А эти 30%, которые там надо, вот сказал Василий Александрович, правильно, фундамент, под провод, подвести, любое хозяйство это сделает. Поэтому сегодня дорога такая открыта для вас, значит, для того, чтобы, ну что ли, прижиться в селе. В селе жить можно, работать можно. Кстати, сегодня доплаты к заработной плате предусмотрены не только специалистам с высшим или среднеспециальным образованием. Трактористы, операторы машинного доения, техники по искусственному сменению животных в возрасте до 35 лет также получают плюсом от государства к зарплате 4 тысячи рублей в месяц. То есть это цепочка, подготовка кадров, стипендия по приходе непосредственно в хозяйство, в сельхозпроизводство, установление мер государственной поддержки. Ну и вот таким образом мы надеемся как-то вам помочь адаптироваться в новой трудовой жизни, во взрослой жизни, скажем так. Надеемся на то, что эти меры будут способствовать тому, что помогут вам, скажем так, помогут вам в выборе места работы дальнейшего. Работа в сельском хозяйстве никогда не была престижной. И в советское время на село привлекали исключительно рублем и льготами. Комбайнер в сезон получал по 300-400 рублей в месяц, при средней зарплате в 120-140 рублей. Колхозникам в качестве поощрения выделяли дефицитные товары, которые в то время в свободной продаже было не найти. И сегодня государство возвращается к материальному стимулированию работников агропромышленного комплекса, понимая, что иным способом молодежь на селе просто не удержать. Сейчас у нас в программе короткий блок рекламы, а после чего, по традиции, наша самая традиционная музыкальная рубрика «Клуб». Продолжаем программу. Пришло время нашей традиционной и любимой многими нашими зрителями. Я точно знаю, что я любимый, поскольку мне об этом постоянно пишут наши зрители рубрики «Клуб». Слушаем хорошую песню и подпеваем. Был аж война, эх, она ж подлюга злая, И все ж нельчет, живой иду домой. Сгорела хата и не того сарая, Где целовались, Люба, мы с тобой. Смахну шинель с плеча, с нею пыли войны, А жажду утолю водой колодец, знай, А шлепну Любу по местам, что ни спины. Эх, и она, как прежде, снова вскрикнет, Ой, 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 ой. Эх, отдавила мне плечо винтовочка, А где ж коса моя девяточка? Она по косе хорошо ж проветрится Да и от тяжких дом избавится Ах, топоришкам я по бревнышку пройдусь А будет теплая да светлая изба Как хорошо ж в твоих объятьях моя Русь Как хорошо, что песня рвется из груди душа Как хорошо, что песня рвется из груди душа Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю на канале ННТВ. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни. Беспрекрас. О людях, которые живут на селе, о сельскохозяйственном производстве и о путях вывода села из кризиса. Ну, а если у вас есть что-то интересное, о чем вы хотели бы рассказать, нам поделиться со зрителями нашей программы. Пишите. Наш адрес 603-950, Нижний Новгород, улица Белинского, 9А, ННТВ, программа «Земля и люди». Мне, Николаю Таланову. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.